Кто пойдет избавлять мой народ? За меня кто пойдет? Не сильнее другого, не смелее другого, Но сомненья мои Божье слово сметет. Пошли меня, Моисеи, пошли меня, Моисеи, Пошли меня избавлять мой народ? Не сильнее другого, не смелее другого, Но сомненья мои Божье слово сметет. Пошли меня, Моисеи, пошли меня, Моисеи, Пошли меня избавлять мой народ? Пошли меня, Моисеи, пошли меня, Моисеи, Пошли меня, Моисеи. Кто пойдет избавлять мой народ? Пошли меня, Моисеи, пошли меня, Кто пойдет избавлять, Пошли меня, Моисеи, пошли меня, Пошли меня, Пошли меня. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Аминь Субтитры создавал DimaTorzok Дальше мне будет сложно, пожалуйста. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok «Благословляться будут тобой Все племена земли». Учители, сразу возникает много вопросов. Ну, во-первых, что такое лахлыха? Вот мы сами видим это слово, я его прочитал даже, лахлыха, оно хорошо видно, и здесь без проблем. И вот пошел, и куда вот он пошел? То есть, да, куда вот он пошел? И второй момент, мы сразу видим благословение, что значит, вот, благословляющих тебя, я благословлю, а проклинающих тебя прокляну. Вот давайте это мы пока разберем. Ну, хорошо. Сразу такие важные моменты. Вот тут мы видим предысторию, это конец недельной главы Ноаха, Ноах, да, и... То есть Ной. Да, да. Вот, и здесь мы видим историю патриархов, да, родословия, значит, Сима, Шема. Хама, Яфита. Да, но мы, 11 глава Бытия, конец это родословие Шема, Сима. Вот, там идут патриархи. Да, кстати, интересный момент. Я впервые обнаружил, что вот это у меня был пробел в моем знании, как у вас, что Авраам происходит от Шема. Ну, естественно. От Шема, да. Да, ну, поэтому Симиты. Да. Вот, поэтому, например... Видите, как просто объясняется? Да, да. Откуда вообще взялись эти Симиты? Это, ты знаешь... Ой, я все время забываю. У Высоцкого была песня «Давай-ка подамся я в антисемиты». Вот, я уже... Она такая интересненькая, такая сатирическая песенка. Ты знаешь ее, да? У Высоцкого так много песен. Я знаю про Мишку Шихмата, которая башковит. Не-не-не, это другое. А по поводу... Нет, наверное, нет. А там, там, значит... Ну, в конце концов, он... Давай подадимся там в антисемиты, и так далее. В конце концов, он так заключает, типа, а потом мне, наконец, сказали, что антисемиты простые евреи. Точно, точно, да. У меня... Тоже он пытался, он... Там суть вопроса, что... Ну, там, ну, как говорится, он у него часто... Герой его песен «Пьяница из-за булдыги». Вот. Ну, потому что все там, все тогда пили. Ой, Владимир Семенович в том числе. Талант, талантище, но, увы, увы. Хорошо. Вот, поэтому, как говорится, вот такой у него был жанр. Но факт в том, что... Вот он растолковывает народу, слушающему, что это... Евреи эти семиты. Но суть в том, что последний, значит, из этой линии потомков Сима, Терах, или Фара, который родил Аврама, Нахора и Арана, я читаю об Итии 1.26. И дальше написано... Аврам, значит, взял Фара, вот, 31 текст. Взял Фара Аврама, сына своего Лота, сына Арана, внука своего Сару, невестку свою, жену Аврама, сына своего. Вышел с ними из Ура Халдейского. Ур, это... Ну, будем так говорить, это на территории шумерского государства, но здесь написано халдейский. Почему? Потому что здесь у нас живут в этом городе не только шумеры, да, а там проживали арамияне. Арамеяне... Почему мы знаем, что это арамияне? Потому что написано в Бытие 26 глава, 5 стих, что Авраам был странствующий арамиянин. Вот, Авраам был странствующий арамиянин. Вот, и также написано, что брат Авраама, Нахор, тоже арамиянин. То есть, мы видим, что они арамияне. Когда мы изучаем историю арамейского народа, то мы узнаем, что существует два клана арамейских мощных. Да, он разделяется на два клана. Первый клан носит название Халдей, Касдим, а второй клан носит название Сирияне. И фактически Халдей они проживали в Нижней Месопотамии, на берегу реки Ефрат, где находился этот город Ур, раскопки которого велись в конце 19 века. И там... Это часть шумерского царства, но на этой территории, где правили шумерские цари, потому что вот в то время как бы и были шумерские цари, там Урнаму там такой был, Шулги, там еще куча всяких находили этих... Там раскопали несколько храмов на территории этого города. Один из них был храм богини Луны. Там в каждом... Традиционно шумеры, они писали такие посвятительные конуса. И мы читали на шумерском языке вот эти имена. Вот я проходил два семестра шумерского языка, и мы эти конуса брали, расшифровывали и читали. Интересно, наверное, да? Да. Вот, и это родина Авраама. Вот. Ну да, по поводу благословения, учитель. Так вот, как бы, ты спрашиваешь, куда шли. Значит, Фара вышел. Куда? Куда он пошел? Написано из Ура-Халдейского, чтобы идти в землю Хананскую. То есть, как попасть из Ура-Халдейского в землю Хананскую? Для того, чтобы это представить, конечно, карта нужна. Но если посмотреть и мысленно себе представить Нижнюю Месопотамию, это территория Ирака сегодняшняя, то мы обнаружим, что между землей Хананской, то есть, это государство Израиль сегодня, то есть, можно, конечно, проехать через Иорданию, но это будет огромный такой пустынный переход. В то время в Месопотамии не было животных, которые бы могли преодолеть такую пустыню, потому что чуть позже мы узнаем, что есть много факторов, которые показывают, что верблюды именно в Азию, на Ближний Восток, впервые привез Авраам. Вот, а привезанных из Египта, где с ними не знали, что делать. Они находились в зоопарке у фараона. Вот, а почему об этом... Невероятно. Да, то есть, верблюда выращивали, то есть, верблюд, он, это его родина считается сейчас Южная Сахара, то есть, это территория Судана. То есть, верблюдов привозили из Нуби, это странное животное, с которым египтяне, которые вообще скот не пасли. Вот, а они это самое делали, как говорится, ну, выращивали пшеницу, то они не знали, что с ними делать. И поэтому, когда... То есть, шерсть их не устраивала, молоко тоже, короче... Ну и зачем? Египтянам это не нужно было. У них были овощи, злаки, фрукты. Это были фермеры, им не нужно. Они не понимали, зачем нужен этот животный. Они его не, как говорится, они не понимали, что с ним делать. Она стояла, по-видимому, как диковина, на которую смотрели. Вот. И поэтому позже мы узнаем, что Авраам оказался в Египте, и как приданное, да, колым за Сару, фараон решил ему сбагрить то, что ему не нужно. Бюрблюдов. И это мы будем читать. Вот, очень интересно. Вот. Но это, как бы, как бы сейчас. Ну, потом. А, то есть, сейчас они... Это я все объясняю, почему. Чтобы, чтобы разъяснить, что вот они идут из Урахалдейского Нижнего Месопотамия. Они должны идти, чтобы попасть в Ханаан, они должны идти на север, вверх по реке Ефрат. Поэтому для жителей Ханаана все, кто приходили из Вавилона, хотя Вавилония или Месопотамия часто на юго-востоке, но они всегда Хананеич в той местности воспринимали их, как пришедших с севера. Что нужно было подняться вверх по реке Ефрат, потом перейти горы и оказаться в сирийских долинах. Так, хорошо. Вот. И когда, значит, они поднялись, написано, этот Терах, фара, со своей семьей, пошли наверх, поднимались, поднимались, поднимались. И тут Харан. Харан – это тоже территория, где жили армияне. Это территория, это восточная граница того, что считалось древней Сирией. Это граница между древней Сирией и древней Асирией. Но это побережье Ефрата. И вот фара остановился в Харане. И у нас есть раскопки Харама. Вот. К сожалению, ни в Урхалдейский, ни в Харан сейчас попасть невозможно. Ну, в Урхалдейский, может быть, уже, как говорится, и можно попасть. Потому что в Ираке не так опасно. То есть, получается, что Авраам вышел из Бавилонии? Из даже Шумерии. Это граница Вавилона и Шумера. Так есть. Хорошо. Вот мы здесь видим. Хулящего тебе прокляну, а благословляться будут тобой все племена земли. Вот расскажите, пожалуйста. Мы же знаем, что браха это благословение. Вот. А что значит проклясть? То есть, получается, что все, кто будет хулить Авраам, они будут прокляты, получается? Что здесь так? Ну, ясно. Ну, а как быть с теми, что они же все тоже потомки Ноя? Учитель, они же все по идее родственники, все потомки Ноя. Ну, вообще, исторически это очень интересная вещь. Да. Потому что, когда речь идет вот это обетование о том, что всякий, кто будет проклинать или хулить потомков Авраама. Да. Причем здесь пока еще Авраам не названный евреем. Не, не, не. Вот очень интересный момент. Да. Но здесь я скажу такую вещь. То, что Авраам не названный евреем, это мы зайдем потом, но суть в том, что если мы берем вот особенно израильский народ, еврейский народ, то мы видим, насколько все-таки это обетование Божье исполняется в истории. Возьмем, к примеру, Англию и Францию. Так. В 1240 году Англия, король Эдвард II издает указ об изгнании евреев из страны. 1240 год. Вот. Я скажу, что как бы интересно, что при римлянах Британия, вот именно Англия, Британия, до того, как она стала Англией, она была для евреев убежищем. Особенно во время гонений, которые устраивали римляне на евреев и христиан одновременно. И люди бежали в Британию, основывались там, вот, жили там. Но, как говорится, интересно, что Британия это страна кровавого навета. Впервые в городе Ланкастер был, были, была обвинена еврейская община в том, что они совершили ритуальное убийство христианского мальчика с целью извлечения его из его груди сердца для того, чтобы с помощью крови из этого сердца значит приготовить пасхальную мацу. С ума сойти! Вот это, я скажу так. Это надо какое вообще голову иметь? Это называется кровавый навет. Причем, я скажу так, что в девятнадцатом, двадцатом столетиях в царской России кровавый навет был очень популярен и известен среди населения благодаря проповедям некоторых священников и произведениям некоторых монахов. Вот некоторых из этих монахов называли святыми. Но, к сожалению, именно так. В частности, книга такая была реальная заговор сионских мудрецов. Она была написана русским писателем конца восемнадцатого, конца девятнадцатого века по мотивам книги, которую он нашел в одном из монастырей, причем известное паломническое, как говорится, место Саров. Вот. Некоторые связывают написание этой книги, то есть предвестника этой книги, с деятельностью учеников пресвятого Серафима Саровского. Вот. Но, к сожалению, вот эта вот идея, она не из России исходит, а из Англии исходит. Вот. И вот от этого пострадали евреи. Понятно, что никогда в жизни только даже сами православные священники, если так уже смотреть, были нормальные люди, там даже и митрополиты писали все, вот, говорили, что это неправильно, потому что градус этого антисемитизма, ты сам, наверное, знаешь, в Российской империи конца 19 века был очень сильным. Источником этого антисемитизма не было напрямую православная церковь. Хотя я так думал долгие годы, что нас так учили еще в синагоге, но исследуя более глубоко вопрос, я вижу, что официально от иерархов или таких вот известных признанных богословов православной церкви это не исходило. Но православная церковь это дело очень разнородное и ну как любая церковь. И вот где в основном вот такая мракобесная литература опубликовалась это вот в обителях, в монастырях, вот но это было плодом мистики, апокалиптической православной мистики. А в апокалиптической православной мистике вот которую создавали там всякие отшельники, монахи, то там очень много фигурирует. Там две главные герои всегда Россия и Русь и евреи. Вот и эта апокалиптическая мистика такая она очень как огонь по стогу сена очень сильно была популярна среди например казачества того времени простого народа. Вот как говорится. Так идем дальше. Вот так я к чему об этом говорю? Я не закончил ответ на вопрос. Но я смотрю вот если посмотреть с точки зрения истории Бог таки проклинает те государства которые проклинают евреев когда англичане английская знать английское духовенство поступили с евреями очень подло вот изобретя а откуда взялась почему была в Англии создана легенда о кровавом новете очень интересная история дело в чем евреи занимались в католическом мире вообще евреи занимались банковским бизнесом а почему расставщичеством правильно а почему знаешь а потому что ничего нельзя было делать неправильно оказывается в католицизме воспринимали заповедь торы не давай под проценты вот по отношению к христианам давать под проценты грех но они это воспринимали очень искаженно потому что они говорили так окей давать под проценты грех ну заповедь однозначно говорит не давай бедному из народа твоего не давай под проценты проблема в том что если ты не будешь давать под проценты ну то никто не будет одалживать ничего только для бедного и будут одалживать а экономики тогда не будет без банков Без системы банковского кредита Экономика невозможна Вот Поэтому должен кто-то заниматься Деятельностью Значит Рокфеллерством Ну да, но Рокфеллер Кстати, здесь ни при чем Рокфеллер не занимался Банковской деятельностью Ротшильд Да-да-да, Ротшильды Ротшильды появились во Франкфурте Только в 15-16 веке А в Англии Были ростовщики И как оно выглядело Ну представьте себе так Допустим, вот Если смотреть на экономику средневековую Представим себе Что являлось вообще 12-13 век Двигателем экономики Знаешь? Что? Монастырь Потому что монастыри Не облагались налогом К монастырям Были приписаны Деревеньки И крепостные Там были Мельницы Сыроварни То есть Производство Продуктов Питания И одежды А кто руководил Монастырем Аббат Настоятель В то время Аббат Так? Аббаты Католические Это Целебат Но Никто из аббатов Не блел Целебат У них всегда Было Кто-то На стороне А эту А эту На стороне Семью Надо было Содержать Как ее содержать Человеку Который По книгам И канонам Должен был Давать Клятву Бедности И безбрачия Ему нужно было Как-то Что-то делать Он приходил К еврею И говорил Ну одолжи мне деньги Потому что мне Ему нужно было Вот этой жене На стороне Семьи Дом купить Ну как Еврей Ему одолжит Деньги Как тот будет Отдавать Нужно Под что-то Отдавать Ну аббат Давал Ну хорошо Дай мне Столько-то денег Я тебе дам Мельницу То есть Залог Залог Естественно Проходили годы Откуда аббат Вернет Возьмет Деньги Чтобы забрать Мельницу Ну в конце концов Мельница Отходила Мельница была В руках евреев А евреи На ней работали Устраивали И как-то получали С этого Жизнь Вот Ну В какой-то момент В монастырь Приходила ревизия Там Архиепископ Брат Где мельница Поганый еврей Забрал Мельницу То есть Ай-яй-яй Церковь Вот в чем Вот в чем Вот эта Особенность И Очень такая Обидная часть Вот этого Кровавого Навета В том Что его Изобрели Для того Чтобы Его изобрело Прогнившее Католическое Духовенство Англии Для того Чтобы отвлечь Внимание народа От своей Коррупции И на евреев И это Кстати Было Всегда Чем Закончилось Для Англии Изгнание Евреев Столетней Войной Со Францией Гражданской Войной Англия То есть Династия Плантагенетов Которая Правила Англии С времен Нормандского Как говорится Вторжения 200 лет 300 лет Она Пресеклась И началась Долгая Кровавая Междуусобица Которая Закончилась Только На отце Генриха Восьмого Генриха Седьмом 200 лет Междуусобицы Надо очень быстро Двигаться Потому что У нас Куча всего Да Я могу Посмотреть И показать Но с этим Мы разобрались По истории Очень четко Если даже Вернемся К России Которая Очень любила Кровавый навет Полюбили Этот Кровавый навет После Убийства Царя Александра Второго А почему Его полюбили Знаешь Потому что В русской Мысли Православной Фигура Царя Это божественная Фигура Русский Человек Не мог Убить Царя И там Нашли Какую-то Еврейку Которая Там Геля Какая-то Которая Помогала На ее квартире Делалась Эта бомба И Начали Обвинять Что Евреи Убили Царя Начались Погромы Результат Революция 1917 Года Еврейская Революция Она так и была Так Дальше Давайте Идем дальше Что у нас идет Следующим Моментом Значит В Египте Оказался Авраам И Здесь мы Читаем Очень интересную Историю Ну во-первых Там Был Голод В той стране Такая была Предыстория И пошел Авраам Сошел Авраам В Египет Пожить там Ибо Тяжел Был Голод В той стране Это мы читаем Десятый стих И дальше Мы тут Видим Такую Интересную Историю Когда Близко Подошел он К Египту Сказал он Сарай Жене своей Кстати говоря Ты знаешь Что такое Сарай Я Понимаю Что там Какой-то Отрицательный Какой-то Отрицательный Перевод Сарай Имя ее Изначальное На арамейском Языке Было Сарай Что означает Сварливая Сварливая Да Точно Я просто Не помню Что именно Сварливая Или Страптивая Страптивая Да И здесь написано Потом ее назовут Уже в следующей Недельной главе Сара Царица Царица Я ведь Знаю Что ты Женщина Красивая И может быть Когда Увидят тебя Египтяне Скажут Это его Жена То меня Убьют А тебя Оставят В живых Скажи же Что ты У меня Сестра В Одессе Это красавица Это красавица Тут Тут очень Интересная Общая Идея Потому что Сейчас Вообще На фоне Этого Разговора О расах И вообще В христианстве Современном Идет Такой Спор На тему А собственно Говоря Вообще Есть ли место Для Африканской Для чернокожих В Библии И вот Вопрос о Египте Хотя Конечно Очень трудно Себе До конца Понять Можно ли Египтян Назвать Белокожими Или чернокожими Но однозначно Да Сейчас Просто На роль Клеопатры Претендует Израильская Актриса Да Вот Она Типа Белая Да Поэтому Весырбор Давать нам Афроамериканку Ребята Вообще Я скажу Такую Вещь Самый Вот Я жил В Сен-Сенате Огайо А там Конечно Музыкальная Культура И там Конечно Был Значит Там Был Сезон Симфонии Сезон Оперы И там Давали Оперу Аида Такая Одна Из моих Любимых Опер Она Конечно Там Постановка Вот Здесь Учителя Вот Интересный Момент Когда У меня Был День Рождения Еще В России Меня пригласили В Большой театр Причем На самые первые места В партере Такого не было никогда И там Шла Аида Я был Два раза В Большом И что вы думаете Со мной рядом Сидел Пастор Когда На Концу Второго Акта Он мне сказал Громко Причем Там его Еще Жена Сидела И он Громко Сказал Что это Вообще Такое Это Сплошное Прелюбодеяние Пошли Отсюда Это Фу Мерзость Какая-то И знаете Действительно Там сплошное Прелюбодеяние Представляете Ну да Царь Он же Влюбился В жену Своего Не царь А полководец Влюбился В жену Своего Царя Ну они же Не устраивали Прелюбодеяние Но их Замуровали Вместе Вы понимаете Да Я понимаю Что пастор Очень расстроен Очень расстроен Говорит Такое Смотреть Нельзя Да Но я Другое Подчеркивал Там Главную Роль Играла Конечно же В Сен-Сенате Нашли Певицу Чернокожую Афроамериканку Я еще Столько Чернокожего Народа Чтоб На Классическую Музыку Ходил Не видел Поэтому Опера Аида Сыграла Большую роль Для пропаганды Знаний О Классической Музыке Среди Афроамериканцев Учили Но у нас Здесь проблема В том Что Авраам Солгал Он сказал Что это не жена Это моя сестра Он сказал Полуправду Полуправду Да Кстати Полуправду Потому что Его сестра По отцу Она Она его племянница 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 Но дело в том Что там Слово Племянник Не существует В библейском Вы говорите Поэтому там Все Ах Ах Это просто Да И я так полагаю Что здесь Получается Она была взята В дом Фараона И поразил Адунай Фараона И дом Его большими Язвами По поводу Сарай Жены Авраама Скорее всего Он поразил Его таким Образом Чтобы он К ней не прикоснулся Здесь мы только Можем догадаться Какими именно Язвами И что конкретно У него там Было поражено Но он точно После этого Он не мог Коснуться Ее достоинства Ну Тут как бы По разному Можно судить Вот Если взять Вот эти цари То Дело в том Что Вот эти Вот эта культура Фараоны Все эти Даже Средневековые Эти все Всякие Ханы там Монгольские И так далее Там же эти Ихние Вояки Ходили Направо Налево Они на всякий Пожарный Брали Кого угодно В гарем То есть Например Что я предполагаю Произошло Реально Вот Если так взять Значит Они Шли То есть Он идет С большими Стадами Которым Нечего Кушать В Ханаане И Естественно Попадает На египетский Форпост Пограничный Пост На пограничном Посту Их Осматривают И он Естественно Трусится Как осиновый Лист Но он Все Представляет Что Если Увидят Женщину Какую-то То Возьмут В гарем То есть Ну и Как бы Это Это было Типичной Как говорится Ситуацией Что вот Ну Хорошо Поэтому Здесь Конечно Бог Очень сильно Вмешался Но Авраам Конечно Чуть-чуть Очень боялся Признаться Этим Воякам Чтобы его Не убили Но это Как бы Очень Очень реальная История Как бы Поэтому Это не особенное То есть Не какая-то Сказочка Это реальная история Это действительно Ну То есть Кто такой Авраам Это кочевник То есть Совершенно Чужая страна Проблема в том Что конечно Аврааму Не нужно было Идти в Египет Бог Не повелел Ему Идти в Египет Поэтому Зайдя сильно Далеко На юг Он Как говорится По-одесски Поимел себе Маленький Цурес На голову Вот На коп Цурес Это Проблема И Это была Проблема И поэтому Он Как-то Прикрывался Сарой Ну Типа Если тебя Все равно Берут То Скажи Что ты Что это Сестра То есть Это конечно Непростая Крайне Непростая Ситуация Которая Впоследствии Очень Серьезно Осложняет Взаимоотношения Между Сара И Авраам И Авраамом Как Без А тут Основная Проблема Еще Знаешь В чем Почему Именно Сара Подвержена Этому Была Знаешь Почему Почему У них Детей Не было А Вот оно Откуда То есть Они Вот оно Откуда То есть Они Видят Мужчину Женщину Детей Не видят Они Себе Думают Сгодится Фараоновый Гарем То есть Да Училий Идем Очень быстро У нас еще Две Очень важные Вещи Вот И здесь Как бы Но Интересно Что Вот тут Я читаю 16 стих Надо увидеть Авраам Тут В чем Проблема Они Не взяли Ее силой Так Полностью Шоу Авраам Было Хорошо Ради Нее То есть С ним Рассчитались Он То есть Где Проблема Денежку Дали ему То есть Авраам Боялся Признаться Что Это Его Жена Потому Что Бездетная Пара Заберут И Меня Убьют А Оказалось Что Раз Он Сказал Что Я Ее Брат То Они С ним Рассчитались Из Госбюджета То есть Я не думаю Что Это Прямо Фараон Его Принял У себя Но Он Приходит В Египет Они Видят Эту Женщину Сару Думают Что Она Девушка Так Как Детей Нету Они Ее Говорят Окей Иностранка То есть Для Иностранки Они Всегда Кажутся Красивыми Раши Пишет Что У Сары Была Очень Белая Кожа Для Египтян Это Было Необычно Вот И Поэтому Женщины Необычного Внешнего Вида Иностранки Они Всегда Шли В Гарем Властителю Это Если Какой-то Там Вояка Служивший Там Тому Или Иному Властителю Натыкался На Семью Видел Женщину Он Типа Это Они Ее Хватали Это Типично И Когда Он Оказывался У Своего Начальника Правителя Он Всегда Вот Это Был Такой Подарок Они Рассчитывались Этими Женщинами Вот Но Аврааму Было Хорошо Ему Дали Крупный Скот Мелкий Скот Рабынь Рабов И еще И верблюдов Кстати Рабынь Рабынь Дали Да И Агарь Там Была Да И Еврейские Мудрецы Считают Что Агарь Это Дочь Параона Ну Это Вряд ли Потому Что Чего Она Вдруг Рабыней Была Вот В этом Конечно А К чего А вот Они Объясняют Я Знаю Ну Как Они Они Говорят Так Пусть Она Будет Рабыней Этого Человека Чем Служанка В Другого Ну Это Это Чисто Медраж Ну Это Интересно Ну Да Это Медраж Стиль Так Хорошо Удели Надо Быстро Идти Значит Мы Видим Что Все Так Все Все Дело Закончилось Хорошо В общем То И Авраам Остался Доволен И Сара Стала Целехонько И Мы Видим И Видим Что И Фараон Тоже Перестал Болеть Этими Странными Нарыбами И Все Его Домашние И Дальше Мы Видим Что Тут В 14 Главе И Случилось В дни Амрафеля Царя Шинара Арьоха Царя Элассара Гдорла Омера Царя Элама И Сидаля Царя Множеств Народов Здесь Мы Видим Что Случилось Здесь Война Такая Война Тут Всплывает Лот Лот Он же Брат Племянник Племянник Тут Оказывается Что Вот То Что Мы Видим Сегодня Как Долина Мертвого Моря Где Мертвое Море Оказывается Там Моря Не Было А Была Там Там Находились Города И Эти Города Платили Дань Месопотамским Царям А Потом Перестали И Поэтому Эти Месопотамские Цари Между Собой Вот Эти Все Амрафел Дарьох Дакидарламер Они Все Собрали Войско И Пошли Наказывать Царя Содомского И царя Гоморского И Самое Интересное Здесь Мы не будем Как бы Здесь Много Что Разбирать Но Здесь Понятно Была Война Но Самое Интересное Чем Все Закончилось В результате Конечно Авраам Разбил Все Это То есть Он Держал Победу И В конце Мы видим Такой Интересный Момент 17 стих И Вышел Царь С Дома Да Вот Навстречу Ему Повозвращение Его от Поражения И В долину И Ана Долин То есть Как бы Все Это Ушло Все Это Да То есть Мы потом Вернемся Будем По поводу Этого Царя С дома По поводу Него Будем Говорить А дальше А Малки Цедек Или Малхиседек Это В синодальном Переводе Царь Шалема Или Салима В синодальном Переводе Вынес Хлеб И вино Он Был Священник Бога Всевышнего И Благословил Его Говоря Благословен Авраам Богом Всевышним Владыка Неба И Земли И Благословен Бог Всевышний Который Предал Врагов Твоих В руки Твои И дал Ему Тот Десятину Из Всего Мы С вами Видим Здесь Что-то Очень Интересное Да Кто Это Кто Такой Загадочный Малки Цедек Царь Шалима 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 Кто Это Такой Ну Ты Помнишь Я вот Пытаюсь Вспомнить В каком Году Мы С тобой Начали Работать Шесть лет Назад Шесть Ужас Шесть лет Назад А почему Ужас А потому Что Столько Время Не прошло Да Я Время Летит Неумолимо Я тогда Задавал Этот вопрос Ты Задавал А ты Помнишь Как я Ответил Я Помню А я Сказал Что Это Сим Помнишь Да Это Еврейская Традиция Ты Со мной Не Согласил Нет И Правильно Сделал Почему А потому Что Ты Тогда Мне Прочитал Вы Помните А я Помню Потому Что Я О твоем Несогласии Задумался А ты Мне Тогда Прочитал Послание Евреям Значит Седьмую Главу Вот И Здесь Прямо Написано Вот Я Читаю Да То Что Ты Мне Прочитал Я Сейчас Теб Прочитаю И Прочитаю Его Потому Что Ты Мне Обосновать Так Не Смог А я Думал 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 Понял Что Это Обосновывается Библейски Ибо Мелхиседек Царь Салимов Я Тогда Объяснял Я Был Того Сторонником Теории Того Что Равины Правы Да Как Зовут Мелхиседек Мелхиседек Да Вот Это Царь Праведный А Как Зовут Этого Царя Праведного А его Зовут Сим Шем Если Посчитать Действительно Шем Еще Был Жив Поэтому Может Быть И Так Но Читаем Что Ему Дал Десятину Авраам А вот Дальше Без Отца Без Матери Без Родословия Не Имеющий Начало Дне И Конца Начало Дней Не Конца Жизни Вот Видите Как Интересно Тут Два Момента Есть Первое Начнем Со Слова Салим Или Шалом Дело В том Что Конечно По Еврейской Традиции Шалом Это Иерусалим Но Был Ли Иерусалим В То Время Когда Еще Не Было Израильского Народа Как Такового Нет Значит Не Это Нелогично Что Такое Тут Оказывается Какой-то Другой Послание Да Не Город Написано Смотрите По Знаменованию Имени Царь Правды То Есть Имя У него Символическое А Потом Царь Салима То Есть Царь Мира То Шалем Это Шалом Это Понятно Царь Шалома Открываем Исайя Девятая Глава И Шестой Текст И во Младенец Родится Нам Сын Да Нам Владычество Нараменых Его Нарекут Его Имя Чудный Советник Отец Вечности Князь Мира Сар Шалом Вау То есть Когда Павел Послание Евреям Седьмая Глава Седьмая Глава И Второй Текст Говорит Царь Шалема Царь Мира Он фактически Переводит Севрита У нас Написано Басилеус Туирене Царь Мира Басилеус Салим Это они так Произносят Слово Шалом Это Извините Цитата Из Исаии 9.6 Младенец Да Нам Сын Нам Нарекут Чудный Советник Царь Мира Цар Шалом Дальше Без отца И без матери Не имеющий Ни начала дней Ни конца жизни Не имеющий Ни начала дней Ни конца жизни Это все Про Мелхиседека Он не имеет Ни конца Жизни Ни начала дней Эти слова Записаны В книге Михея Михея Пятая глава Где сказано Второй текст Ты Вифлеем Ефрафа Мал ли ты Между Тысячами Иудинами Из тебя Произойдет Мне Тот Который Должен Быть Владыкой В Израиле И дальше Написано Колодового Происхождения Из начала Дней вечных Интересно Из начала Одней Вечных То есть Получается Что Вот это Была Встреча С ним Да С ним С Мессией С ним С ним Ты помнишь Ты меня пытался В этом убедить Шесть лет назад Потому что Два Текста Которые Берет Павел Указывают На Мессию Цитата О Мессии Ну да Я помню Мы туда дискутировали И вы знаете Мы можем Что интересно Что интересно Что интересно Сколько мне Сейчас Определенные Люди Жужжат Что Иисус Это не Бог Иисус Это Сын И у Него Есть Отец Если Мелхиседек Это Обратите внимание Описание Мелхиседека Мелхиседек Описан У него нет Ни отца Ни матери То есть Мелхиседек Это Иисус До своего Воплощения Когда у него Нет отца И В Псалтире По-еврейски Тегелим В 110 Псалтире В 4 стихе В Псалом 110 Да 110 4 мы читаем Ты священник Навек Подобно Малкицедеку Естественно То есть Мы видим Что Мелхиседек Это явно Был не человек Тот Которому Он отдал Десятину Это был явно Не человек Дорогие друзья Увы Наше время Потихонечку Подошло к концу Я думаю У нас Очень чудесно У нас сегодня Получился разбор Спасибо Учителю Александру Болотникову Что мы Сегодня Нашли Ее Истину Спасибо Учитель Нашли мы Тору Исследовали Тору Давайте Произнесем Благословение Наконец Торы Исследование Баруха Баруха Тадана Алхейну Мелах Олам Ашерна Танлану Торат Эмет Ваха Олам Натабах Петахейну Баруха Таданай Натэна Тора Благословен Господь Бонас Царь Вселенной Даровавшей Даровавшей Нам Тору Истинную И глагол Вечной Жизни Есть С ней Благословен Господь Бонас Дарователь Тор Амин Все придут Поклонятся Тебе Всевышний Бог Наш Царь Израиля Отдаем Свои Сердца Тебе Ты Наш Отец Ты Наш Отец Всемогущий Вечный Святой Тебя Мы Любим Свято Твое Имя За Тобой На Край Земли Пойдем Ты Наш Господь Ты Наш Машия Ты Наш Машия Ты Ты Грядешь Во славе И мы Ждем Тебя Ты Наш Машия Ты Ты Грядешь Во славе Царь Царь Израиля Отдаем Свои Сердца Тебе Ты Наш Отец Ты Наш Отец Скоро Ты Грядешь На Облаках Всевышний Бог Наш Царь Израиля Отдаем Отдаем Тебе Свои Сердца Ты Наш Господь Ты Наш Машия Ты Наш Машия Ты Ты Грядешь Во славе И мы Ждем Тебя Ты Наш Машия Ты Ты Грядешь Во славе Царь Барух Hashem Ты Наш Машия Ты Ты Грядешь Во славе И мы Ждем Тебя Ты Наш Машия Ты Ты Грядешь Во славе Царь Барух Hashem Тебя Субтитры создавал DimaTorzok